МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 98% населения региона должны обеспечить питьевой водой из водопровода в ближайшие 4 года. Это задача национального проекта в сфере экологии. Один из пунктов реализации – обустройство новых скважин в районе села Архангельское, откуда ведется водоснабжение заволжской части Ульяновска. Буквально на днях здесь пробурили еще одну скважину глубиной около 90 метров. Вода отсюда, а также из двух проектируемых скважин, позволит обеспечить качественной водой соседние с городом населенные пункты Чердоклинского района. Здесь проведены геологические исследования. И вода, которую мы добываем, прочистка родникового качества. Она не требует дополнительных каких-то суперочисток. Но, тем не менее, мы водоподготовку проводим, делаем обработку диоксидом хлорида. Это очень быстрый и эффективный способ. И практически ее можно пить из крана, не подвергая термической обработке. Сейчас уже пробурена первая скважина, еще две будут скважины пробурены. И таким образом увеличивается мощность этого водозабора. И будет возможность уже после очистки, после очистки сооружений, подавать воду и в Чердоклинский район. В этом году на реконструкцию водозабора возле Архангельского выделено около 20 миллионов рублей. Закончить бурение скважин, которые позволят обеспечить качественной водой, в частности, поселок Октябрьский, планируют до ноября. В целом же, проект по подведению живительной влаги к домам рассчитан на три года. Сейчас, по словам главы региона, важно решить вопрос со стабильной подачей воды в ряд поселков и пригородных территорий, где в жаркую погоду возникают сложности. Всего же в нынешнем году на реализацию проекта «Чистая вода» в Ульяновской области будет направлено около 33 миллионов рублей. Скрытые долги перед бизнесом могут обернуться чиновникам штрафами. Такое предложение озвучил глава региона. Пока в Ульяновской области успешно решают проблему долгов по муниципальным контрактам. Львиная их доля образовалась во время пандемии. Падение деловой активности сказалось на поступлении в муниципальную казну. Однако область подставила плечо среднему и малому бизнесу. Тему продолжит Эдуард Истомин. Денис Федосеев руководит охранным предприятием. В нем почти 90 сотрудников. Им нужно платить зарплату, а еще налоги перечислять в казну. В этом году фирма охраняла не одну бюджетную организацию, но муниципалы задолжали ей. Был такой промежуток времени, что мы с этой пандемией иногда не могли выплатить сотрудникам-охранникам зарплату. У них есть семья, у них есть кредит, надо как-то жить, проживать. Охранным фирмам денежная поддержка от федералов не полагается. В тот самый заветный перечень они не попали. Как и другой малый и средний бизнес. Поставщики питания, медикаментов и канцтоваров. Закрыть половину муниципальных долгов помогла область. Поэтому оказали им соответствующую помощь из регионального бюджета. Она превысила объем 110 миллионов рублей, для того, чтобы они могли своевременно расплатиться, скажем, по исполненным муниципальным контрактам. Помощь частично перечислят из резервного фонда, остальное отдадут муниципалы. В их местных резервах также есть деньги. Органы, прежде всего государственной и муниципальной власти, должны выполнить все взятые на себя обязательства. Не только перед теми, за кого мы отвечаем, перед бюджетниками, но и перед теми, с кем мы сотрудничаем. Помощь области весьма кстати. Теперь малому и среднему бизнесу не придется выкручиваться. А именно занимать деньги, либо просить отсрочки. Предприятие Дениса Федосеева уже почувствовало облегчение. Что-то, какую-то часть нам выплатили бюджетные организации. В связи с этим мы погасили сотрудникам, выплатили зарплату. В области зреет губернаторский указ. Согласно ему, чиновников будут наказывать рублем, если они скроют долги перед малым и средним бизнесом. Также готовится и четвертый пакет поддержки предпринимателям. Это субсидии на аренду коммерческой недвижимости и оплату коммунальных услуг. В размере 50%. Эдуард Истомин, Сергей Свечников, Вести Ульяновск. В униформе и с удостоверением. В Ульяновске орудует банда мошенников, которые притворяются служащими газовой компании. Молодые люди предлагают поменять счетчик и поставить новый, который якобы способен помочь сэкономить при оплате коммунальных услуг. Подробности в материале Ирины Силкиной. В семье Алвана Абдулаева трое детей. Старший сын с инвалидностью. Ему исполнилось 18. И последние начисления на его социальную карту оказались украдены. В дом Абдулаевых постучались якобы работники газораспределительной компании. Он такой смелый, одевший газовую форму, вот, газовщиков. И так вот показывает мне, вот, вот так смело показывает. Говорит, зашел такой добродушный, приятный молодой человек, в пределах 22 лет. Законопослушный гражданин Алван впустил в дом молодых людей, переодетых газовиками. Осмотрев оборудование, они предложили сэкономить. Давай шочи поставим, вы что, в бутикопейки платите. Естественно, что в многодетной семье, где каждая копейка на счету, такое предложение восприняли положительно. И практически последние деньги, 6200 рублей, перевели мошенникам. Взяли вот этот счетчик, стоимость 1000 рублей, закрутили без всякой изоляции, без всякой изоляции. Вот их подарок, у меня сейчас 1500 рублей. И такие случаи по городу участились, сообщают сотрудники УМВД. Недавно у жительницы Ульяновска похитили 30 тысяч рублей. В квартиру пострадавшей под видом сотрудников газовой службы проникли трое неизвестных. Зломышленники действовали по стандартной схеме. Один создавал видимость проверки газового оборудования. Второй отвлекал хозяйку разговорами. А третий в это время незаметно похитил и шкаф, и денежные средства. Кроме того, нередки случаи телефонного мошенничества, когда людям звонят якобы сотрудники банка. Со слов заявительницы, с ней связались сотрудники службы безопасности банка. Звонившие сообщили, что зафиксировали попытку проведения несанкционированных операций, ее избережений и продиктовали номер безопасного счета, на который необходимо перевести накопление, чтобы исключить подобные факты. Женщина пришла в банк и перевела 1 миллион 200 тысяч рублей на неизвестный счет. По данным фактам проводится проверка. Представители ОМВД просят жителей быть внимательными и не реагировать на подобные звонки. А в случае беспокойства напрямую связываться с представителями банков и городских служб. Ирина Силкина, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Реабилитация после коронавируса по индивидуальной программе. Пациентам, поборовшим инфекцию, предлагают расслабить тело и насытить организм кислородом. В Ульяновске открыли центр реабилитации для людей, победивших недуг. Аналогов ему в России нет. Разместилось новое и пока совсем небольшое лечебно-профилактическое учреждение на базе регионального отделения Красного Креста. Здесь намерены проводить реабилитацию ковид-пациентов от лечебной физкультуры до кислородотерапии, от ингаляций до дегустации фито-чаев. Начали работать уже с поликлиниками, то есть информацию мы им дали, тот бегунок мы им дали, то есть врач-терапевт будет давать рекомендации, какой нужен быть узкий специалист, здесь какая гимнастика будет нужна. Наш врач-реабилитолог встречает, составляет индивидуальную программу адаптации и уже здесь можно получить процедуру восстановления. Центр еще только начинает работу, но уже понятно, что загрузка будет приличной. В настоящее время сформированы первые группы. В зависимости от тяжести болезни и продолжительности реабилитации пациенты могут посещать центр с разной периодичностью и на протяжении различного времени. Возраст тех, кто может быть направлен на реабилитацию, не ограничен. Когда маску надели, это было как-то немножко некомфортно. А потом стало дышать, и прям так хорошо было, сразу было заметно, что очень хорошо. И дышать стало мне хорошо. Вот так вот. Вот вообще это именно процедура. Гимнастика очень понравилась. С утра уже прошли восстановительный гимнастик. В перспективе открыть подобные центры и в сельских районах области. Структурные подразделения детской и городской клинической больницы постепенно обновляются. В медучреждениях меняют планировку и ремонтируют внутреннее помещение. В четвертой детской поликлинике завершилась долгожданная реконструкция правого крыла здания. После ремонта здесь появился собственный процедурный кабинет. Выделили здесь помещение под забор крови и забор ПБА. И пациентам уже как бы на Дмитрие Кожемякине ездить не нужно будет. То есть те близлежащие участки, которые здесь есть, смогут прийти сюда и издать здесь все анализы. Новые условия уже оценили мамы пациентов. К поликлинике на Варекеса прикреплены свыше 10 тысяч детей. Холлы стали просторнее, а стены ярче. В очереди на прием к специалисту малышам теперь есть чем заняться. Дети откликаются на мультики и такая как никакая тишина происходит. Они смотрят на мультики очень удобно. Самое главное, что я считаю после ремонта, это система вентиляции. Потому что раньше такого здесь не было. После реконструкции правого крыла подрядчик приступил к ремонту второй части поликлиники. Сейчас там меняют инженерные сети, обустраивают регистратуру и картохранилище. Срок сдачи объекта 1 сентября. Красота снаружи, надежность внутри. В основе фундамента инновационные технологии. Теперь их активно стали использовать в капитальном ремонте жилого фонда. Так пятиэтажку по улице Клубной укрепили сваями. При этом их не заколачивали, а заливали. Какой эффект, расскажет наш корреспондент. Этот дом был построен в 1963 году. Если и был какой ремонт, да только не фундамента, а дом дал трещину. И не одну. Что в данном случае означало просадку основы здания. Жить стало опасно. Боялись за обрушение, конечно. И отказывались делать. Лучше бы нас снесли, наш дом. Но решение было принято. Совместно с фондом модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. Фундамент укрепили инновационным способом, используя струйно-инъекционный метод. Для этого применили специальную технику. С разных сторон фундаменте под определенным углом пробили узкие скважины глубиной до 6 метров. Затем их заполнили твердеющим раствором. Сваями способом называется. По всему периметру мы забурили 12 отверстий. И тем самым закачали под насосом туда раствор. Одна фундаментная, это забор, ну, то есть свая, несет нагрузку 16 тонн. И, то есть, как бы, никаких подвижений уже не произойдет. Гарантия, наш срок 5 лет, как мы даем. А так, могу сразу сказать, лет 20 еще простоит. Инъекционный метод позволяет экономить, во-первых, на ремонте непосредственно самом, да, то есть, в более короткие сроки производится работа, ну и, соответственно, прочность самого здания, несущих конструкций, она сохраняется. Фасад дома тоже отремонтировали. Зачистили панели, заново герметизировали межпанельные стыки, окрасили современной краской, устойчивой к выцветанию. Сейчас подрядчики восстанавливают отмостку и обустраивают входные группы. А еще здесь будут заменены окна в подъездах. Елена Тимонина, Ила Шахова, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Четыре года на решение вопроса, потраченные нервы и долгожданная развязка. У центра ипотерапии «Мой талисман» появился новый дом. Землю, где раньше располагался конный клуб, отдали под застройку. Занятия для детей с инвалидностью прекратились. Куда переехали питомцы талисмана, знает Павел Игнатьев. Благородные животные радовали детишек со всей округи, пока в дело не вмешались бюрократы. Проблемы у конного клуба начались четыре года назад. Тогда над центром ипотерапии нависла угроза выселения. Мы все в ожидании переезда, мы не ремонтируемся. У нас несло крышу летом, то есть везде все течет. Конный клуб попросили освободить занятую территорию. Площадку отдали под застройку. Скитания по кабинетам длились много лет. И только сейчас, наконец, закончились. Эта история со счастливым концом. У талисмана появился новый дом. Лошади переселились в парк прибрежный. У руководителя конного клуба есть проект на эту территорию. Здесь очень много будет всяких приспособлений для проведения занятий по ипотерапии. И просто занятий, прогулок конных. Сюда животные благополучно переехали неделю назад. На новом месте чувствовать себя комфортно. Каждая комната минимум на метр больше прежней жилплощади. Под высокими потолками много воздуха и света. На воселье справили 19 питомцев. Диняки просторные и светлые. Лошади привыкают к новым условиям и на аппетит не жалуются. Сейчас в конюшне доделывают последние мелочи. Когда лошади окончательно освоятся, заработает отделение ипотерапии и адаптивного спорта. Очень долго придется привыкать. Поэтому у нас такой перерыв в серьезных занятиях. Потому что мы должны соблюдать технику безопасности, чтобы лошади вели себя хорошо и всадники не пострадали. Официального открытия центра еще не было. Дата пока неизвестна. Но навещать здешних обитателей все-таки можно. Занятия для детей с инвалидностью начнутся в середине августа. А вот любительские конные прогулки уже доступны. Павел Игнатьев, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. И у меня на этом все. Далее информация о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Россия». Добрый вечер. В студии Ирины Шмыговой сейчас несколько слов о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от 7 до 12 градусов тепла. В Ульяновске плюс 9, плюс 11. Ожидается переменная облачность. Вероятность осадков небольшая. Ветер западный ночью слабый, днем слабый до умеренного. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Завтра днем по области от 23 до 28 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 24, плюс 26. В большинстве районов области сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса. Будьте внимательны и осторожны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова